всем привет мои дорогие друзья как всегда с вами намку только что сыграл игру эту на аксе я хотел вам продемонстрировать каких же эпичных долбоебов за меня кидает с которыми я как обычно заглатываю чей-то длинный меч вот в общем взял акса пошел в лес буду пока фармить пока ничего интересного немножко поболтаем по поводу последнего видео предпоследнем получается уже где показывал что хочу поменять себе видеокарту каким способом я это буду делать и так далее увидел большое количество желающих тоже заняться этой херней но вот такой момент когда если кто-то не идет видео посмотрите я рассказываю как я буду купить на видеокарту и так далее значит такой момент увидел что люди переходят на сайт для регистрации да но переходит человек 30 из 30 регистрируется человек знают три человек пять максимум с чем это связано не пойму то есть то ли сложность к это при регистрации у вас что-то вы не понимаете там или еще что-то вот какие-то проблемы то ли еще одну просто если человек переходит на сайт для того чтобы зачем зарегистрироваться так понимаю какой смысл переходить на сайт по ссылке том чтобы посмотреть на него что я так понимать чтобы зарегистрироваться но при этом регистрируется из 30 человека 3 то есть это странная Я так понимаю, какие-то проблемы с регистрацией, если что-то там непонятно, я же говорил, пишите в сообщении в этом, в комментариях, я подскажу, то есть, какие проблемы. Вот. По поводу еще этого, снял видео, увидел, что люди тоже хотят этим заниматься, в принципе, довольно, ну, как сказать, много-немного, но приличная регистрация уже произошла, и люди, не знаю, начинают зарабатывать, я так понимаю. Ну, некоторые регистрируются для того, чтобы проверить, что это, а некоторые проверили и работают. Вот. Что еще хотел добавить? По-моему, кто-то спрашивал, сколько я зарабатываю с помощью этой программы. Видео в том, я говорил, что с моей видеокартой я зарабатываю примерно, ну, мало, примерно в районе евро в день. Вот. 80 центов евро, то есть, вот такая вот... Идем убивать в евро. Вот такой вот где-то диапазон, то есть, где-то я в среднем зарабатываю за день рублей 50-70, ну, в зависимости от курса еврика, да? Вот. Значит, при том, что моя видеокарта очень плохо себя показывает в этом, в этой программе, она довольно слабая. То есть, я полагаю, что у большинства людей, которые попробуют себя в этом, видеокарта будет выдавать более хорошие результаты, нежели у меня. Вот. К примеру, моя видеокарта выдает в районе 100... В районе, ну, от 80 до 100 килохэшей. Это мало, это довольно мало, вот. При этой скорости, опять повторюсь, зарабатываю в районе евро в день. Но. Есть видеокарты, которые примерно такой же стоимости, такие же характеристики этих видеокарт, но они выдают куда больше килохэшей, чем моя... Я не знаю, как-то, с чем это связано, ну, там, в общем, своя методика и так далее, в общем, не вникайте. Проще говоря, зайдите, зарегистрируйтесь, скачайте, протестируйте, сколько видеокарта ваша будет выдавать килохэшей. Вот. То есть, видеокарта может быть по стоимости такая же, как у меня, недорогая, да, но при этом она будет выдавать в три раза больше. То есть, такое может быть и, скорее всего, будет у многих. Вот. К примеру, к примеру, если у вас видеокарта будет выдавать, ну, там, в районе 300 килохэшей, да, это сколько получается, около трёх евриков в день. Евро, курс евро 72 рубля сейчас, ну, грубо говоря, округлим до 70. Вы будете в месяц зарабатывать в районе 6 тысяч рублей. То есть, это немного, но, во-первых, во-первых, скорость вашей видеокарты 300 килохэшей, это немного. Это выдают обычные стандартные видеокарты, которые стоят в районе, там, ну, старые видеокарты, там, Родион, там, какие-то 58-70 и ещё, ну, в общем, такие вот простенькие. Вот. Если у вас видеокарта мощная, там, какая-то такая зверюга, да, там, тысяч за 10-15, то она будет выдавать, конечно же, больше, и будете зарабатывать, там, в районе 10 тысяч, а если, не знаю, вообще пиздатый видюха, то можете просто на эти деньги жить без проблем. Вот. Это, как бы, никакой не наёбый. Ну, мне кажется, многие знают об этом, что можно в своём компьютере зарабатывать, просто немногие, как сказать, находили, где это можно осуществить, потому что на многих сайтах, на самом деле, платят мало, очень мало, я перепробовал за всю свою практику много таких сайтов, не знаю, мне вот, я этим давно увлекаюсь, мне очень интересно это направление, так скажем, заработать на своём компьютере, вот, и чтобы там есть заработок, там, тыкать по ссылкам каким-то, ещё что-то переходить, всё, полная хрень, мне это вообще не устраивает никак, вот, а вот заработок тупо на своём компьютере, это прикольно. Отошёл немножко от темы, вот, по поводу хороших видео, да, за счёт этой видеокарты можно, в принципе, жить более-менее как-то, да, она будет, там, может приносить прибыль в районе 10 и более тысячи рублей, вот, в месяц. Ну, это такие пиздатые видеокарты, вот, а средняя видеокарта, опять же, повторюсь, в районе 6 тысяч будет вам в месяц делать, я считаю, что это довольно неплохо, не у всех есть, к примеру, деньги, не знаю, на киньте игры, да, я понимаю, что аудитория, которая меня смотрит, это в основном школьники 15-16 лет, вот, не все может давать, там, мама, папа денег на игры, пожалуйста, вот, зарабатывать себе на игры. У некоторых, там, бывают проблемы с оплатой телефона, интернета, ещё чего-то, пожалуйста, вот, то есть, какие проблемы. Это, ну, очень удобно, на самом деле. Чайку хлебникам. Ну, чё, акс, у меня счёт 2-0, а, вивера два, по-моему, раза, да, мы убили его? Ну, вот, в принципе, давайте, наверное, подведём итоги, закончим про заработок, ребят, с видео, если кто-то не знает, о чём я говорю, да, видео на этом есть на канале, называется, как называется-то, хочу поменять видеокарту, как-то так, вот, она недавно была сделана, смотрите, всё там рассказываю, как и чё, ничего сложного нету, вот, и так далее. Что ещё? Я вот смотрю на аксы, чё тут? А, я дазла искал, я дазла искал. Искал дазла. Ну, сейчас вот пака спектра, типа, байтит такая, байтит, байтит. Атак, убиваем. Ну, в общем, начало нормальное, 3-0, счёт 8-15, в нашу пользу, всё хорошо. И всё было бы хорошо. Смотрим дальше, что будет. Ну, вот уже счёт у меня 4-0. Нормальное развитие для меня, на аксе я обычно так всегда играю, как бы, как бы, на аксе довольно легко играть в своём начале, в середине, вот, вот, и, вот. По поводу заработка, закончу уже. Если кому-то что-то непонятно в комментариях, пишите, я помогу, отвечу, вот, что ещё, что ещё. Сгорит ли моя видеокарта? Нет, не сгорит. Это, блять, вопрос, который интересует, наверное, вообще всех. Нет, не сгорит. Никогда не горят видеокарты от того, что она работает. Видеокарта может сгореть от того, что у тебя, там, вентилятор нихуя не крутит. Или охлаждение, там, не знаю, кто у вас там стоит. Я не знаю, есть ли водное охлаждение на видеокарте. Ну, в общем, вы поняли. Если у вас, там, каким-то причинам какой-то вентилятор плохо крутит, или ещё что-то, ещё что-то, да, видеокарта может сгореть, да, но она также может сгореть, когда вы играете по этим же причинам. То есть, ни больше, ни меньше. Вот. В принципе, всё, закончил. Давайте смотреть игру. Просто эпичные долбоёбы за меня играли здесь. Вторую игру я за неделю где-то играю. Первая игра, я выложил её под названием Russian Retard. Вторая игра, следом. Вот здесь, конечно, я вообще не ожидал от Урсы такой прыти. Я не понимал, почему он меня догоняет. Потом я посмотрел на его затар, а там, мол, всё понятно. Вот. Ну, это ладно, это херня. Всё равно выебу их всех. Подождите, а свет можно же сделать как-то... Вот, свет, да? Или нет? Похрен не поймёшь. Нормально. В общем, смысл игры в том, что, при том, что мы имели некое такое небольшое преимущество, наш мидер и наша спектра, они не сделали в этой игре нихуя. Я сейчас покажу в дальнейшем. Их они затары шикарные, особенно спектринские, это леет, жёсткие. И многие, наверное, скажут, ну Лиджи же не пошёл ему сопротивить, ему было тяжело. Да, я соглашусь, да. Ну, во-первых, это его проблема. То есть, он сам взял спектру, он сам пошёл, блядь. То есть, во-вторых, я приходил на линию, ему помогало. И здесь мы врываемся. Бац, бац, бац. Приходил на линию, пару раз убивал вивера. Пару раз. Ну, в общем, приходил и помогал он постоянно. То, что он взял спектру, это его проблема. Он видел их не пик прекрасный, это ранки, это мы пикали поочерёдно. Он видел, что у них тролль рейндж, у них вивер рейндж, у них дазл рейндж, у них пак рейндж и урса не рейндж, но против неё в рукопашку ты спектрой не пойдёшь драться. Вначале хотя бы, да? То есть, это уже понятно, что спектрой как-то здесь не вариант. Ну, окей, при хорошем саппорте, соглашусь, можно было постоянно фармить, но не было у него саппорта. Извините, это паблик, и я в этом не виноват, что лично я туда не пошёл. И не, я в этом виноват. Вот, как получилось, так получилось. Парень взял спектру, блять. Я бы понял, если бы он играл там с нами в пати, в пятером мы играли, он взял спектру, он знал, что ему будут саппортить и всё в этом роде. Но это же, блять, это же паб. Ты же понимаешь, что здесь такого не бывает. Здесь я конкретно ступил. Пиздец очень сильно ступил. Я не прожал возвратку, сразу же я не прожал стики. И, ну, это такая, наверное, одна из немногих ошибок в этой игре, моя самая такая, наверное, жестокая ошибка. Я просто его только собрал и забыл про него. Так бывает. Ну, похеру, дело-то не в этом. Дело в том, что я-то в этой игре убивал, я в этой игре как мог помогал, тащил. Моя команда, блять, ну, моя команда, не беря там леча и шейкера, вот эта вот квапа и спектра, они не сделали нихуя в этой игре. Почему мы играли 3 на 5? Почему, блять? Да пиздос. Вот смотрим за Тарк вапы на 15-й минуте. Хотя на 15-й минуте у нее был, ну, не почти арчит, но больше половины, да, так скажем, арчида уже. Смотрим, что будет дальше. У спектры у нас на 15-й минуте кольцо и сапог. Вот. Как бы вот такие пироги. Кстати, по поводу еще, то, что шмотки взлетели вверх, цены, вот, самый такой удачный момент сейчас их продавать, так скажем. Вот, ну, как сейчас, наверное, недельку назад был еще удачный момент, а чего вообще выросли вещи в цене, ну, во-первых, потому что вырос доллар, евро. Я не знаю, от чего они там отталкиваются, я полагаю, от доллара. Компания этого Valve, шмал, вот, может, от евро. А хуй знает. Ну, дело в том, что валюта выросла по отношению к рублю, соответственно, вещи, блять, подорожали. Вот, это был удачный такой момент, чтобы их продать, и сейчас, в принципе, пока еще есть время. Потом еврик с долларом, конечно же, упадут, они не будут держаться постоянно. На такой высокой цене по отношению к нашему рубелю. Вот, рано или поздно это упадет. На круги своя все встанет, скажем так. Ну, я ничего не продавал. Да и, в принципе, не хочу. Не хочу. Кстати, в последнее время заметил, что... Что-то я не понял. В последнее время заметил, что где-то последние полгода, да, очень-очень-очень сильно... Сейчас мы убьем здесь, не убьем, не помню. Ну, здесь, конечно, я не ждал, что они все будут. Я думаю, что там максимум вивер и тролль, но... Казалось, что они все. Ну, бывает. Какая турса, лаганая, баганая. Очень выросло количество стримеров. Это раз, я заметил. И выросло количество баб стримеров. Я не знаю, откуда эта мода пошла, но сейчас баб чуть меньше половины от общего количества стримеров. Это пиздец. Сколько же их, блядь, хотел сказать, блядей. Ну, нет, не блядей, конечно. Просто баб. И что самое интересное, что самое интересное, их довольно много людей смотрит. Я не понимаю вообще, с чем связана такая... ...востребованность, популярность. Как это назвать? Не знаю, просто сидит какой-нибудь либо жирный, либо просто... Ну, я говорю, как есть, да. Я непредвзято отношусь с ним. Как если сидит симпатичный? Есть симпатичный, я не говорю ничего девушке. Но обычный сидит какой-нибудь жирное уебище, стример, который... Нет никакой фигуры, просто лицо видно. Ну, лицо обычно толстое. Даже если девушка полная, лицо по лицу обычно, ну, трудно определить, что она толстая. Она сидит, в вебке видно лицо, и все думают, что она охуенно красивая, и все такое. На самом деле она жирный уебище, который сидит, не двигается, блядь, играет целыми сутками в дот. То есть... А парни... Ну, как бы все вкусы разные, конечно, ну, блядь, такое. Вот. Есть, конечно, симпатичные... девахи. Зарубы жестоко есть. Ну, здесь, конечно, надо было у меня пойти, но... Я как-то думал, что я его убью. А не убил. Ну, похуй. Тем более, у него было Егис, я что-то об этом даже... не знал. И не знал. Еще, кстати, ну, вообще, очень много стримеров появилось. Я... Не знаю, я, конечно, бывает иногда стримлю. Ну, вообще, раньше стримил, но... как бы, меня смотрит очень мало людей, и... Ну, как бы, я не делал ничего для того, чтобы развивать свой стрим. То есть, не покупаю никакой реклам, и особо нигде не рекламлю, и... Максимум, что я могу снять видео на YouTube... сказать, что вот я начал стримить, заходите, кто хочет смотреть. Вот. Очень мало людей меня смотрят. В основном, конечно... не знаю, самые такие заядлые люди, которые давно меня смотрят, заходят. Вот. Другие же, не знаю, каким-то причинам не хотят, заходят и выходят, да? Вот. Идут смотреть баб. Как бы... Не стримлю еще по... Убивая, да? Убивая. Не стримлю, вот. В основном, из-за того, что меня никто не смотрит, но и... что-то для этого делать... Пытаться там... продвигать свой стрим, мне... Ну, тоже не хочется. Ну, просто... Ну, не знаю, я... Не рассматриваю себя в роли стримера какого-то. Мне это, в принципе, не очень интересно. Как бы... Ну, хрен знает. Ну, кому-то интересно играть и стримить, да? Транслировать свою игру. Мне не очень интересно. Мне интересно записывать, делать что-то с монтажом. Ну, последнее... Время, конечно... Как я в предыдущем видео говорил... Нужна видеокарта для того, чтобы делать все это быстрее. Так, ребятки. Секунду. Нет. 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 Продолжение следует... 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 Но при этом многих интересует такой вопрос. Блядь, как же, а почему же с меня же будете снимать этот рубль? Нет, ребят, не снимает с вас рубль. С вас ничего не снимается. Что-то здесь, походу. У меня луса молотит. А, это трой меня, молодцы, я думаю, луса. Все-таки я его добил. Но тролль меня очень долго бил в Кримсенгварде. Вот, ребят, с рефералов никогда ничего не снимается. Никогда ничего не снимается. Нигде не снимается. Я не знаю, блядь, что за сайты, которые, блядь, снимают с рефералов какой-то процент. Нет таких, блядь, нет. Если ты заработал 10 рублей, тому человеку, который тебя пригласил, дается рубль. Компания сама дает рубль, а не от твоего счета. Ты заработал 10 рублей, а они у тебя будут 10 рублей. А в некоторых даже компаниях есть такое, что от человека, который тебя пригласил, капает тебе процент. Ну, то есть, там какая-то пирамида. В общем, и от тебя к нему, и от него к тебе. То есть, вот какая-то херня есть такая фишка. Вот, я особо не вникал, но знаю, что есть такое. Вот, довольно интересная штука. Блин, за мной должны сейчас заехать. Правда, я не знаю конкретно когда. Может, не сейчас даже. Вроде должны. Главное, чтобы я успел заснять видео. Чтобы не пришлось заново включать. Кстати, ребят. Поздравляю всех с наступающим, да. Грубо говоря, сейчас 20 число. Да, 20. 21. Вот, через 10 дней у нас Новый год. Вру. Через 11. 10 это будет 31 декабря. А вот. А после 12 часов это уже будет 1. Значит, первого у нас будет в следующий 2015. Заранее всех поздравляю. Вот, желаю... Чё желаю? Чё-то желаю, наверное, каких-то успехов в Новом году. В учёбе, в дотке. Чтобы раков меньше попадалось. Вот. Чтобы опыта больше набрались. Играли лучше. Вот. Чтобы не играли так же, как вот эти долбоёбы. И... Ещё так... Лишь здесь док. А ещё такой момент. До... В преддверии, так скажем, Нового года. До Нового года буду добавлять в друзья всех, кто этого захочет. До... Именно 31 декабря. Начиная с этого момента. Вот. И в принципе, в принципе, когда я буду в доте, если есть желание, пишите. Я буду играть со своими подписчиками. Вот. Не знаю. Такой бонусик небольшой от меня. Эх. Смотрю, смотрю и плачу. Кишь долбоёбы за меня играет. Вот счёт, к примеру, у меня какой. Посмотрим. 19 на 6. Урсы 18 на 7. Парень с момом. Конченые, мега конченые урса с момом. Выигрывает этих даунов. Я не понимаю. Если такая урса выигрывает их, то... Просто... Ну... Просто какие ёбки за меня играют тогда. Я не беру шейкера, я не беру леча, потому что эти саппорты, они... И они играли нормально. Они всегда помогали. Особенно шейкер. Он нормальную ульту давал и всё. Ну, нормально парень играл. Хотя бы старался. Но эти же, блядь, два пидора. Я не знаю. Мне кажется, они в пати были. Просто... 31 минута парень нафармил арчит. Арчит стоит 4100 рублей. За полчаса. 4100 рублей парень нафармил. Ну, грубо говоря, в совокупности ботинки, тыщу это... Ну, грубо говоря, 6000 парень нафармил. За полчаса. Мидер. Прошу учесть. Клопа, который может фармить довольно быстро. Ну, как-то вот так. Я уже не говорю о спектре, который, блядь, за 30 минут нафармил радианс. Просто забейте. У меня, конечно, бывали такие игры тоже, да? На спектре, когда я... За полчаса радик нафармливал. Это очень редкие игры, когда... Ну, ну, просто пиздец какой-то. Когда ты вообще на линию не выходишь. Ты вообще нему-то просто, блядь... Не знаю. Здесь я сдох опять, блядь. Погнался за дазлом. Вот, когда очень тяжело на спектре играть. Обычно у меня такие игры бывают, когда против меня играют всякие вайперы, веномансеры... Счетших они хуй... Аксы, блядь, это пиздец, это ад, блядь. На спектре нафармить. Вот. Вот тогда вот бывают такие игры. Ну, парень... Не знаю. Стоял в соло против фейера. Причем, что я приходил, помогал убивать. Ну, блядь, не знаю. Я считаю, что он отыграл лучше. Вот спектра, он сможет убить, блядь, ебаного тролля. Ебаного тролля. Ну, тролль, конечно, жесткий сам по себе. Ему там достаточно купить себе какой-нибудь Доминатор, Лотар, БКБ и поехали. Все, он уже готов драться. Он уже заебись, я чувствую. А покупаешь еще какой-нибудь Кристаллис, все. Это уже фулл набор. Все, он готов. Все, тролль затарен. Ему не надо много артефактов для того, чтобы убивать. У него хорошая скорость атаки, у него баши, блядь, промахи и вся хуйня. Вот. Печально, конечно, печально. Вот почему, блядь, за 30 минут я нафармил себе вот такие вот артефакты, да? Моя команда. Ну, конечно, потому что я наубивал, дохуя, да, это понятно. Но я не стилил ни у кого. Все мои убийства, это убийство, где я, блядь, влетал и танчивый, дрался. Стилл это, когда ты видишь, что твой тиммейт убивает кого-то, прыгаешь за герой, или просто приходишь там и добиваешь. Не, я такого не делал. При этом, блядь, набивал больше всех. Обидно, конечно, проигрывать так в арсе. Конченый, блядь. Конченый, блядь. Кстати, по поводу стримеров. Стримеров стало очень много. И есть стримеры, я не знаю, как этот парень называется. Вот здесь шикарный сейчас будет замес. Я тут влетел, загрел, убил, убил, убил. Минус три сразу же. Тут уже, конечно, я вытанкчил, блядь, все, что можно. При этом моя команда просто бегала, пока не убили. Более странно. Ладно, хотя бы так. Ах, стример, стример, парень, я не знаю, какой у него ник, как он, блядь, как его назвать, но... Пару раз я смотрел его стрим, слышал, что он говорил, что он какой-то там актер или снимал. Ну, в общем, что-то типа с фильмом, что ли, связанного. То ли где-то снимался, то ли что. Ну, дело не в это, я просто обозначаю, чтобы вы поняли, про кого, если кто-то догадался. Вроде он раньше не стримил, как я заходил на Twitch, кого-то смотрел, довольно часто смотрю стрим еще и нибудь. Особенно, когда засыпаю, раз, включаю стрим, звук убавляю, заебись. Таймер на компьютере я включаю, чтобы через час выключился, и под стрим хорошо засыпается мне. Вот, и этот парень начал стримить, по-моему, ну вот недавно. И причем он набрал довольно быстро такую некую популярность. Не знаю, может, конечно, он покупал какой-то пиар, продвижение там, стримы, да, но я вас сомневаюсь в этом. Самое, знаете, что интересное, что парню, не знаю, он примерно мой ровесник, поэтому, наверное, года 23 даже может. Вот, он такой, ну, довольно взрослый уже парень, нормальный, адекватный, но поведение вот такое странное, что, ну, человек в 20 с чем-то лет общается на уровне ребенка лет 15-16. Да даже, ну, на самом деле, детей таких, ну, лет 14 даже, вот так даже можно сказать, потому что в 15-16 лет уже нормальные парни, там, не знаю, курят за горожанью, там, бухают, некоторые же по девкам бегают и так далее. Ну, вот, уже интересы другие, уже более взрослые взгляды, но он общается, его смотрят люди, которым там по 14-15-16 лет, и он общается с ними вот, вот, как вот на одной волне, понимаете, что, к примеру, там зашел Колян, о, Колян, здорово, здорово, Колян, братан, здорово. Вот, а я не могу, вот, повторить так, как он это делает, но просто эпический долбай, я просто не знаю, как сказать, ну, нельзя так, блядь, 23 года, блядь, общаться на уровне 15-летнего ребенка. Я понимаю, что некоторых зрителей он этим самым привлечет, но, блядь, с мамой-то не стремно, я понимаю, просто объяснили мне одна, что он сам по себе такой, вот, такой, блядь, какой-то немножко недалекий, грубо говоря. Пусть он, конечно, в этой жизни добился, может, больше моего, он там, что-то с кином может связано, да, но, блядь, пусть лучше я вот так буду жить, но адекватный, нормальный, вся хуйня, пока я сейчас добил, вот, ну, не могу я вот, представьте, что я буду общаться, вот, к примеру, там, кто-то мне, блядь, напишет, там, или, не знаю, в комментариях, я, о, Колян, вот, Колян мне писал, Колян, здорово, братан, братан, а вот, давай, 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 завтра играть, а вот, ну, давай, добавляйся, друзья, Колян, я не могу так общаться, блядь, мне, я просто повторяю вот это вот, пытаюсь повторить, как он это делает, мне не получается, я выгляжу, там, долбоевым, да, ну, вот, примерно, вот, примерно, то же самое, вот, он так общается, это полный пиздец какой-то, Абелла, Абелла, надо общаться нормально, если тебе, блядь, не 15 лет, ты уже взрослый, нормальный парень, мужик, не знаю, как сказать, общайся нормально, там, раз, если долбоев какой-то, слышь, ты их у его съебался, нахуй, если нормальный парень, ну, здорово, братан, ну, здорово, братан, тоже, как-то, ссык, ну, пойду, в общем, те, кто знает этот человек, поняли, о чем я говорю, вот, парень вроде нормальный, ну, вот, общается он довольно странно с своими зрителями, ведет себя как ребенок. Вроде, вот, вроде, вроде, вот и конец. Так, свободная камера. Конечная, блядь, труса с мамом, сука, блядь, умрите, нахуй, кто-то так собирается, обманываю, блюдак. Просто обидно проигрывать, там, блядь, упорю. Пишет, изи. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намка. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. И накопим на видеокарту, будем снимать ролики с монтажом. Буду учиться, пытаться, стараться, и будет более круто и интересно смотреть видосы. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Намка. Пока.